всем привет youtube привет вот она эта машинка у нас это продолжение это джентра дэу джентра вот так она пишется правильно значит решено было все таки начать не с капотов не со стоек не из дверей там не скрыли все таки я решил пойти по пути по такому самая большая деталь это у нас крыша получается вот и она естественно по всем моментам и визуально видно что она пострадала бурю поэтому я решил начать с крыши вот ну и цена встает вопрос как снимается потолок или крыша как нравится но это неважно у меня есть раздел в котором я выкладываю все разбор как разбирается машина ну сейчас я включу подсветочку и мы посмотрим на машинку 3 ну что ж приступим а вот тут нет тут вот есть в центре у нас значит вот здесь вот уже интересно снимаются эти ручки вот тут вот у нас есть очечница но тут мы видим отчетливо саморезы а тут они у нас закамуфлировали мягкими резиновыми отбойник вот так что я так подозреваешь это будет вот так резина тут обратите внимание вот это вот уплотните вот которые снимаются они светло-серого цвета в общем-то честно прикольно дальше здесь на задней части мы видим приклипс очки вот видим вот они окошечки для чека вот видим здесь клетки ну и так далее на то естественно нам придется снять раз два три четыре пять подголовничков вот эти очечницы ух ты тут проводов немножко выведено туда вот сюда туда-сюда обратно вот почему-то ставили и не совсем доставили вот поэтому поэтому опять же зеркало тут мы видим новое модное на нем тут свои прибамбасики вот здесь подсоединена значит аппаратурка как мы видим вот но здесь на хомутиках вот два разъема желтый желтым красный черным ну я так понимаю что вот здесь вот у нас в зеркале есть экранчики на которой будет проигрываться когда мы едем заднистым ходом ну что-то типа то вообще может приятно скажем так ну и что приступаем к разборке смотрим разбирается как разбирается и естественно об этом будет наш мой видеоролик как что куда снимается зачем и почему вот и не самое интересное лучше я уже сказал тут даже наоборот интересно вот резина вот ногтем давлю она светлого цвета под салон а снаружи она черная все самое интересное она представляет единое целое вот видите две резины сваренные в куть вот тебе блин и эконом класс автомашина прям это приятно за ребят производителей вот скорее всего судя по что вот здесь вот эту штуку нам придется тоже освобождать она там на каких-то защелка да вот эти седла предкладывать значит где-то тут чего-то должен быть рычажок на котором эти седла должны будут оттуда и сложиться ну ладно обо всем по порядку сначала берем точные работы и снимаем то что легко и красиво снимается снимаем 4 а дальше будет видно вот первая у нас вышла очечница это над водительским креслом первая мелочь но приятная вот он саморез он выкручивается он не выскакивает вот опять же демонстрирую разобрались мы с очечницей или она на месте ручки вот у водителя вот дальше у нас что все очень просто здесь у нас держится на одном саморе и здесь на одном саморезе вот сюда мы еще ходили но вот виден один зацепик уже у нас тут чему-то не стоит но тут видно хозяин немножко пытался вот это вот зеркало красиво оставить вот в котором есть заднистый вид в принципе поэтому что-то он тут видно питание брал это куда-то дел скорее всего заводится сигнал ну мы до этого все идем потом надо будет это все поставить на место а пока что мы снимем эти все вещи опять же подвигается вот один саморез и здесь один но есть опять же вот они отбойники под ними будут вот они саморезики я извиняюсь что чуть кривовато вот таким образом потом вот так все является и и все мягенько хорошо ну вот продолжаем нашу праздничную разборку ну чтож вот как я и говорил отгибается резиночка снимутся вот здесь что у нас вот в этом месте есть прорезь вон она куда заходит вот этот выступ и два вот они замочка как вот сюда вставляется берется вот так и отводится здесь уже как бы ничего не держит вот дальше значит выкручиваем одну и вторую вот здесь уже потеряться эти саморезики поэтому я как привык так я и делаю сейчас я покажу чтобы не искать и не мудрить раз и поставил раз и закрутил кстати приколюха зеркальце вот так можно документики ложить вообще приятная машина нравится мне такая очень хорошего качества и сборочка и все так продумано эргономично да есть кое-где конечно такие вот моменты скажем можно было вот эту штучку продлить тут как-нибудь дальше вот так дрынь и закрыть этот ну не посчитали нужным с другой стороны там как бы цена беля не то чтобы тут вот эти нюансы делать вообще конечно очень хорошего на мой взгляд и ничего тут не ну ладно не будем расхваливать кто на таких машинках ездит они зачем я говорю вот чё я делаю обычно когда вот такое чтоб не терять и не искалась сейчас покажу все что снимается ложится сюда все что снимается отсюда ложится туда это раз все просто вот он скотч малярский он как и стоит и вот ложим сюда там сюда вот все на месте никуда теряться не собирается и переходим до к этой стороне ну как я тут уже увидел там саморезом и опять же вот по этому месту вот видно что уже тут позили снимали и там видно что вот в этом месте сам там этот фонарь прикрученный вот и в принципе вся эта часть уже свободна потом дальше можно перейти сюда снять но скорее всего снимается вот эта часть вот снимается вот эта часть ну и и так дальше по порядку будем делать пока что снимать ручки снимать фонари там где это на а сзади как говорится посмотрим там вон три пистон чека посмотрим как можно и как аку можно аку сделать вот так что вот такая вот ситуация сейчас мы будем снимать фонарик я дам его поддел немножко он не ход вот таким немножечко я нагрел с пистолетом чуть-чуть клея термоклей я сам приклеится у нас немножко раз два три четыре пять посчитаем и замерзнет а нифига поторопился сейчас еще раз еще раз наклеиваем и пусть немножко примерзнет а то его рарвал ну вот так это выглядит я просто не спешу ломать добывает снимаются легко вот они усики вот два вот здесь и два вот здесь ну как мы видим и тут до меня лазили ломали зачем как говорится доламывать сюда одну каплю спирта я капну и все подсоединиться вот и все а здесь мы видим вот самогрыз и вот он второй и все выходит так не надо ломать даже если там уже чуть поломано вот видите все легко и просто и раз повторюсь не надо ничего ломать потому что эта штучка очень нежно исти и ну даже не расплюнуть ну вот выкручиваем и освобождать эту штуку и все падает ладно продолжим дальше значит немножко тут полез дальше то я увидел значит что касается вот не стойки ее по идее можно не снимать а отвести тут вот она защелка есть одна но тут есть одно маленькое вот тут есть вот он пистончик можно это все не снимать вот так отщелкнуть отвести в сторону влево вправо и это опустится единственное конечно же надо будет подголовники снять вот эти чтобы потолок как можно ниже ушел вот как это делается вот нажимается и аккуратно можно постараться вот здесь на средней стойке так а здесь вот так нас тоже пистончик вон там ежиком внутри тоже отщелкиваются такие замочки вот вот эта часть где у нас тут была заглушка вот она доступ к обогреву заднего стекла ну и теперь вот мы все тут видим вот еще три ежика и в принципе вот крышу можно снять приступаем вот здесь разъемчик вот они под два самореза вот вот внутрь положил саморезы и защелкнул стекляшкой но здесь да аналогично вот отсюда ну тоже я сейчас нагрею клей помогу и спокойно сняться этой штучки все просто снимается все так же я не стал вот он выступ один здесь два два выступа здесь один вот и вот они два самогрызика ну там были черные самогрызики не серебристые и вся разница продолжение тут тоже вот вот она точечкой отмечена сюда нажимаем выходит фонарик и все вернее разъем вот и все и в принципе потолок уже ни на чем не держится кроме вот этих двух стойках выводим его вперед и вниз и ложим сюда и все постановка опять же так же заводим одну сторону за вторую сторону она тут отгибается вот достаточно чуть чуть сюда чуть туда и все и из этих выводим как бы сзади наперед и все крыша уже вся практически свободно вот можно уже брать и заниматься то если там не будет никаких у нас сюрпризов потому что там какие-то жесткости что-то будет это еще секрет для нас пока ну вот как я и говорил уже в общем то ничего страшного тут нету вот продвигая вперед влево вправо вводим с этих стоек вот эти вот места одно утапливаем другое вынимаем потом это вынимаем это утапливаем вот здесь у нас какие-то зачатки чего-то наклеенного вот для чего непонятно вот придется нам все это для того работать снимать вот и почему-то наклеена только над водителем ух ты она прям рвется фигня короче ну тем не менее зачаточная есть это почему-то здесь наклеена а это наклеенная на крыше интересно конечно ну как бы как производитель на заводе почти нужным вот всякие мякушки тут ништяки такие везде есть вон опираются вот тут как бы ничего вот доступ должен быть нормальным но опять же посмотрим как по мастика и какие зазоры мастика мягенькая срезать ее не представляется так сказать трудным вот ну что здесь она где-то побольше положено где-то по мере ну вот так вот у нас получаются распорочки здесь собственно над пассажирами вот если мы так смотрим вот оно окно заднее иным а там впереди получается жесткость нам дают вот эти штуки вот они жесткость дают посчитали что не надо ну вот примерно так интересным образом конечно обесшум клеено это конечно на мой взгляд спорно но не менее завод есть завод вот такая вот штукенция сейчас берем вот эти красивые двухтные резиночки ставим на место вот и в принципе можно ставить вес и уже плавно-плавно начинать ковырять вмятины ну вот и все вот такой разбор у нас получился вот все удачно все нормально слава богу ничего я не стал но иногда как говорится бывает и такое вот ну что пора приступать к работе сейчас ставим резиночки на место опускаем стеклышки ставится подвес ставится лампа и уперед и и и и